приветствую вас друзья вот наконец я получил сие чудо инженерной мысли дизайнерского безумства и халатной сборки это новая волжанка x7 это совсем новая волжанка x7 для тех кто не в курсе это не обновленная модель ну как эта модель вообще двадцать третьем году вышла но и и то что не презентовали ничего общего с этой лодкой в итоге не имеет ну а точнее сказать имеет мало чего общего визуально это та же лодка но на практике совершенно другая другие размеры другие компоненты из которых выполнена лодка и много-много чего другого вот если вам интересно сейчас я возьму камеру в руки пробегусь расскажу что к чему и как они сделали меня как всегда все на ходу каждая модель отличается каждая выпущенная лодка может отличаться от предыдущей мой товарищ уже такую лодку получил где-то в мае месяце я на ней уже отловил одни соревнования с ним и есть что рассказать по поводу этой лодки если интересно понеслась но прежде не забудьте подписаться на канал ютюбе рутюбе кстати видео будет адаптированная для ютюба чтобы вам легко смотрелось переключайтесь на мобильную версию то есть нет вайфая от сети мобильной и я думаю сможете смотреть спокойно в адаптированном состоянии но если вы не готовы идти на такие методы то смотрите видео в рутюбе по ссылке в описании к видео и так про лодку что друзья сказать по лодке ну сейчас я перейду так немножко солнце светит глаза ветер шумит что сказать про лодку по техническим характеристикам лодка получилась заметно длиннее чем были предыдущие у нее длина 5 56 они там писали что только не писали на сайте в итоге все-таки не устаканили 556 длина ширина 220 килеватость на мид или 21 по моему с половиной градусов на трансе 18 градусов по ходовым качествам лодка получилась действительно классная вот в эксплуатационных своих качествах вот все хорошо вот в плане исполнения то есть и ходовые хорошие качества добавили некоторые детали которые заметно заметно изменили поведение лодки относительно предыдущих их седьмых 54 и все остального добавили мореходности но это не волжанка будет если она что-нибудь не исполнит сейчас я беру камеру в руки и начну рассказывать сноса лодки а в конце там висит совершенно новая ямаха нового модельного года не просто новый мотор такие которых еще единицы и так беру камеру рукой и поехали рассказывать сноса итак друзья ну вот так под заказ мне сделали серый борт от черной лодки и красную внутрянку от красной лодки это единственное на какие уступки пошел завод волжанка в моем случае вот да и во всех остальных случаях что мы я могу вам рассказать снаружи лодки рассказывать друзья буду как есть хорошее плохое а вы дальше думайте сами решайте сами иметь или не иметь встречает лодка вот нас вот таким тупым носом вот с такой площадочкой его покрытие это просто сказка на это но у меня они убрали здесь надпись значок волжанка потому что он все равно наполовину перекрывался носовым электромотором и смотрелся нелепо здесь сделали все классно на носу вот такой мощный усиленный рим очень классный но установлен высоковато лебедку приходится подымать мама не горюй было бы круто если бы этот рим был чуть-чуть продолжен вот сюда чуток и было бы очень круто чтобы тащить было лед лодку затягивать на прицеп вот такой мощный киль ну как и всегда напуск днищевого листа выполнен вот таким способом вот видно вам не видно и днище посмотрите друзья выполнено вот такое так называемое крыло чайки она увеличивается от носа лодки расширяется до транса три ряда на с каждой стороны для управляемости но сделаны так узко стоят что еле-еле вложил не ходит ложименты что дает такой напуск днищевого листа отбивает брызги увеличивает площадь днища и в стадике лодка будет меньше качаться когда лодка выходит на глиссирование смачиваем пятно уменьшается и это уже не так влияет а вот это крыло чайки отбивает также брызги и добавляет определенной управляемости лодки что еще посмотреть можно снаружи друзья добавлен вот такой привальный брус это очень-очень хорошо раньше на волжанке прибавлены брус сделать это была целая проблема и как вы видите нету ни одной кнопочки тент доставать я не буду вот он лежит тент сделан от врать ой ударился тент сделан отвратительно просто даже не хочется про него рассказывать я его не бесплатно брал у них я за него заплатил но его сделали просто безобразно из плохой ткани короче тент полная г на борту друзья видно вот такое зигование или как это называется правильно я не могу сказать и тут же мы видим термо я не знаю вам видно будет или не будет видно вот такие термо участки которые при сварке потянули металл также посему днищу видно на дне не страшно на бортах вот они идут это мелочь меня это не парит на самом деле рассказываем вам как есть так друзья далее далее мы видим стекло но здесь уже тексика я не знаю видно ли вам отсюда посмотрите на прямые участки но стекло просто кривущие она такими волнами дает такие искажения вот и так повожу в сторону посмотреть это просто на солнце какими-то пятнами светится единственное надо сказать что когда смотришь из него ровно вот так то такой проблемы нету но чуть вправо-влево взгляд чуть через угол все стекло но вот реально если приложить линейку но он такой ощущение вот они вот на него смотрю у меня вся картинка волнами вот такое стекло но зато стекло давайте раз уж почти по стеклу но вот он стоит дворник который стоит 35000 и на него установили просто похабную резинку далее друзья давайте наверное перелезу в лодку и буду вам рассказывать уже в лодке ну или раз уж я тут хожу пока что снаружи давайте вам покажу вот такой огромный моторища в новом дизайне со встроенной гидравлической системой они бывают трех комплектаций встроенной гидравлическая системы как вы видите здесь нет рулевой рейке встроенная гидравлическая система рулевая механическая машинка электрическая машинка и электрический руль даже бывает в моем случае самая простая комплектация на механике сначала я думал надо было взять электронной машинкой но казалось ее и ставить негде электронную машинку и такая короче от маска ну и надежней все таки механиках хотя сзади вот такие мощные кринолины мощные офигенные сложной конструкции очень кринолины сейчас солнце светит я уберу тут вот такие где только нет надписи fish pro x7 где только ее не прилепили к этому мы вернемся позже но кринолины офигенные очень сложные гибы очень сложные и сделано вот такая вот штучка здесь которую нельзя совать руки а то порежетесь вот но это классно кринолин не будет хлюпать на воде это реально уже проверено вот такая сложная система раньше в том году двадцать третьем у них было вот такие кринобули напуском здесь же это совсем маленькая вот такой малейший выступ вот с таким сложным красивым изгибом здесь дизайнеры технологи постарались вот в этих элементах во всех все сделали красиво здесь у нас рим трансовый напуски вот такие днищевого листа сзади две площадки большие для датчиков у кого-то были говорят маленькие я не встречал но у меня повезло большие вот такие вот огромные трансовые площадки ну здесь я установил механический лифт мотор все по наружу думаю ничего такого уже интересного нету поехали поехали в лодку смотрите здесь у меня копает масло с редуктора всего как положено и так по площадке друзья давайте посмотрим вот такие интересные ящики асимметричная система один большой длинный рундук заказывать металлические я не стал недостаток этих в том что одной рукой не откроешь вот такой рундук впереди как вы видите все в опилках я это все уберу без проблем но тут все в опилках все везде в опилках и когда я говорил по про халатной сборки друзья это я уже ящички примеряем посмотрите куда выпали выполним слив из рундука просто в пену просверлено отверстие и с одной и с другой стороны я не знаю может это пена там просто налипла и они очистили но вот как я смотрю там просто чем-то даже не просверлено просто проткнули в пену кто-то скажет что здесь в принципе воды нет но я вам скажу друзья что вода здесь бывает когда выпадаешь сильный дождь шторм качает лодку вода сюда здесь все мокреет и потихонечку да и и совсем немного но она есть рундуках я постоянно сушу грундуки на своей x5 ковролин тоненький не плотный он бывает стеновой он бывает половой здесь весь ковролин тонкий в этом есть некоторое преимущество в том что он легкий из недостатка вон быстро закатается уточки друзья уточки как всегда детские разница между нормальная утка и этой 3 копейки но утки здесь детский меня будет переделана я поставлю нормальный утки сюда организован офигенный слив с палубы что молодцы то молодцы классный слив покрашена друзья на поверхностях которые сверху хорошо но только куда-нибудь в сторону в бок все бешеная шагри не обработана и все такое под стекло сделан вот такой упорчик снизу сверху упора нет так перемещаемся в кокпит тут друзья крутые стоят кресла но это кресло не родные это если интересно я покупал их на алиэкспрессе кресло друзья не родные но сейчас я вам постараюсь показать здесь новые стойки волжанка ставит со слайдером они регулируются по высоте слайдер поворотные очень крутые стойки жалко что не амортизационные очень мощные классные стойки действительно для тех кто не будет гонять по волнам супер просто решение ну и давайте уж тут посмотрим на консоли вот такая дверка складываешься внутрь обратите внимание и это неплохо это значок смотрится когда дверь закрыта вот такой защелочка дорогая защелочка с кулаки регулируемой жесткости надпись fish pro x7 здесь надпись fix pro x7 сбоку значок волжанка и классный карман карман классный но края обработать забыли смотрите друзья беру кусочек пленки провожу вы видите так пассажирская часть консоли классный бардачок тоже не обработанный имеет розетку внутри коврик внутри сбоку вот такая вот еще один классный карман и здесь уже все нормально есть кантик ничем не порежетесь карман довольно таки большой внутри подстаканник полочка да вообще надо сказать что консоли посмотрите просто выполнены шикарно очень сложные гибы очень сложные все продумано стоп по кругу и уходит в сторону они на водителя вот такие дизайнерские решения но для тех кто накладную машинку будет ставить сделано отверстие и она ничем не закрыта авто ставить не будет вот такое вот классное решение и тут друзья вы видите надпись fish pro x7 снова вдруг мы забыли и тут и тут и тут с дизайном что главное главное не переборщить дизайне вот такой вот ящичек здесь со вторым дном можно убрать коврик и там есть второе дно для установки аккумуляторов наконец-то очень классное решение очень классная все края все края не обработаны все есть и все цепитесь нафиг порежетесь могли бы с завода сделать упор но могли бы но и сделали как говорится под полами что классно полы сделаны выполнены по секциям много много секций которые снимаются когда я буду собирать лодку разбирать я вам покажу друзья что там происходит а там все не очень хорошо так перемещаемся на водительскую консоль у меня комплектация не очень богатая заказал дополнительно только дворник вот остальное буду все делать сам ну тут это уже я доставлял сенсорный экран ямаховский вот такой пришел руль мне тонированный крутой но вот эти вот отверстия друзья сюда скажет хочу сюда пальцы совать никто не будет я вот ехал на той лодке когда несколько дней ловил я как-то сидел вот так просто на рулю руку положил засунул сюда палец тут ребята вот опять беру резиночку провожу и тут даже стараться не надо она режется края острейшие вот здесь и сидеть думать что так надо палец не засунуть сюда аккуратно ну такое себе решение далее погнали все ну тут все интересно все классно красиво и у меня сделана дверка нормально у товарища она вот так закрывается почему они так сделали ну моем случае все ровненько так масло капает здесь вот такой вот рундук маленький компактный горе тент убираю на переднюю палубу вот вам чтобы понимали не обметана не обстрочена один раз короче посмотрите что за ткань просто какой-то дешманская дешму вот за его я заплатил деньги а здесь ребята тоже начинается интересных ситуация вот я поставил конечно аккумулятор блок предохранителей здесь выключатель массы выключатель массы друзья внутри лодки но это блин же капец какой-то бывает приедешь тебе надо расчехлить там мотор поднять да вообще не хочется лодку залазить по грязи а тебе придется по-любому зарезь лодку включить электричество чтобы лодка ожила вот вам еще некоторые решения в лодке вот такие сливы большие классные крутые вентиляция и это вентиляция ведет друзья никуда она с той стороны непонятно куда ведет могу ошибаться это что есть то есть могу ошибаться сейчас я посмотрю вот здесь всех обсирали с этими защелочками но вот она защелка здесь есть и далее вот смотрите какая штука да совершенно верно вентиляция непонятно куда рундук продлен в обе стороны чтобы можно было положить тент но я тент ложить не буду буду ложить приманки сделана подготовка под упор и блин но они слушать их стоят копейки на такой стоимости лодки мы баха могли бы сделать упор и далее друзья апогей если приложить линейку палуба полукругом будем считать что это для слива или мне так кажется пока что не прилеглась они прилечь она и не может плотно потому что посмотрите здесь воды закрываю и подымается пол палубы но не пол палубы вот эта штука подымается видите потому что прикручена криво мало того вот это кресло ничем не закреплено и на ходу на большой скорости она иногда открывается вот так она открывается но не это страшно мне сказали рома смотри когда наступаешь вот сюда она вот так складывается но я сказал ну фигня складывается и складывается чего такого то не наступайте на края и когда я бегал по лодке там с подсаком я наступил на вот это место только вот здесь я себе чуть пятку не сломал реальная я там офигел когда это нога попала в эту трещину мне я уже придумал как сделать решение копеечная но почему его не сделать завод далее друзья смотрите что здесь они прилетели чтобы открыть рундук чтобы открыть рундук нужно убрать клодиковый огонь ну и чтобы его закрыть его тоже нужно убрать потому что вот хлоп здесь сделано под 3 спиннинга и вот смотрите вот вентиляция которая просверлена и вот смотрите она никуда не идет тот рундук вот так что здесь я не знаю что он там вентилирует под половое пространство конечно для многих решение то что продленный рундук понравится что тэн перевозить но мне бы конечно понравилось больше если бы больше было бы здесь пространство потому что мне нужно куда-то засунуть спиннинг в сложенном состоянии как его здесь засунешь сложенном состоянии в разложенном до спокойно 3 спинга здесь лягут опять же вот эту штуку нужно принести немножко сюда потому что три катушки в одном месте это плохо двигать ты уже никуда не можешь катушка упирается вот сюда нужно расстояние чуть больше в эту штуку нужно чуть-чуть отнести чтобы возможно было двигать спиннингом чтобы катушки можно было разнести это просто установщик не в курсе вообще по ходу рыбалки вот и так убираем мощные сливы и организованы везде организованные опилки и это мы еще с вами не были в рецессии там с этим делом с опилками все намного интересней друзья ну естественно тут все такой же точно аэратор открывается от себя то есть надо что-то делать чтобы щуки не пуляли за борт но такое решение тоже очень удобно и зачет волжанка догадалась что нужно делать заходы в т-паз с двух сторон спустя много лет молодцы планшер друзья ширина лодки 220 но планшер развернут наружу это не хорошо не плохо лодка получилась довольно таки большая внутри сильно больше чем финвал три пятерки я перемирил линейкой потому что я хотел брать финвал три пятерки вообще но они не делали спортивную версию и когда будут делать сказали мы не знаем итак друзья дальше перемещаемся вот такое сейчас вот тут будет интересная история вот так вот организован рецесс рецесс надо сказать сделали рецессная ванна небольшая не маленькая хорошая рецессная ванна все вот так вот интересно обыграно по мне бы когда мне нравится когда лодок сделано сплошняком все вот и только здесь отбортовка но это как бы прибавляет надежности если вы стартанете вещи улетать не будут зачет ну там вы ничего не посмотрите все сделано на самом деле внутри сделали все грамотно с краниками мощными сливами отовсюду не пропалубное пространство а сливы организовали за борт лодки опять же вон кранике грамотное решение большие мощные сливы то есть забиваться не должно вот но откуда эти сливы точно не знаю но по моему это сливы из аэратора то есть перелив слив сделано грамотному он там килограмма пилок вы можете наблюдать вот такой очень маленький ревизионный люк вот ну чуть бы побольше его было бы конечно шикарно смотрите друзья какой косяк у лодки 4 у лодки всего четыре посадочных места по документам представляете 4 штраф за каждого лишнего пассажира 15000 по моему если не ошибаюсь блин почему 4 такая огромная лодка и 4 человек просто капец и друзья смотрите здесь мог бы быть рундук но его здесь нет они все запенили чуть-чуть бы сделали бы маленький рундучок для тех же того же стартового аккумулятора и для того же допустим выключателя массы а блок плавучести необходимо перенесли бы в кринолин вот но нет кринолины продаются отдельно и сертификация пройдена без кринолину поэтому у них здесь все запенено я просил сделать ими другие блоки плавучести я перенесу его в кринолин а здесь сделаю переключатель массы и блок предохранитель сюда вынесу то есть все заставлю зарядки но нет они сказали у нас все так сертифицирована никуда не чему некие блоки не переносим никак по-другому не делаем но заметьте друзья ярко открыл это показать вам по другому вопросу вы видите вода когда идет дождь будет стекать вся суда в нижнюю часть лодки если там нагонная волна вас догонит слишком сильно она выпадет сюда она пойдет сюда и будет стекать под ковролин и вот сюда на эту пену а пена должна замазываться мастикой хоть здесь пена считается что она не впитывает влагу ну я не верю что есть такие пены которые вообще влагу не впитывают я специально когда буду вырезать вырежу кусок взвешу его и помещу в воду и посмотрим набирает ли она влагу или нет проведу вот такой эксперимент вот я рунду под переделаю блок перевола учатый перенесу кринолин вот вот такая зеленая головина надо сказать что здесь вся фурнитура пластиковая кстати забыл показать вот такой прикольный маленький бардачок молодцы некоторые вещи они сделали очень грамотно интересно красиво так вот друзья ну что я могу сказать буду разбирать лодку сам буду устанавливать все дополнительное оборудование мотор мне установили ребята на сервисе остальное электрику аккумулятора я буду делать сам устанавливать будут гадать куда что ставить пришли мне классные вещи интересные электроника сейчас разбираюсь электромотором у меня был мой мотор гайд отлично я купил на него новое управление блок купил новый пульт и меня вроде как практически убедили купить себе минкоту сказали ром минкота все-таки стабильнее надежнее я ловил с минкотой стабильность ее под вопросом но у нас работают глушилки вот но надежность все-таки у минкоты повыше и скорее всего если я найду приемлемый вариант я возьму себе минкоту но это еще не точно вот друзья ящик я переделывать не буду под приманки исключительно как у меня было на той лодке сделано завода товарищ мне переделал я оставлю так как есть и скорее всего даже но это не точно про аккумуляторный рундук но потому что посередине лодки ну точно не в этом сезоне может быть следующем сезоне займусь переделкой добавлю утки большие поставлю эти утки которые есть перенесу в середину лодки потому что вот такой лодки фактически у нее габаритная длина ну шесть метров получается вот без малого по моему и на такую длинную лодку уже нужно иметь три утки по-хорошему кстати смотрите такие кол классные такие вот типа кранцев да за дополнительную плату но прикольные штуки из его сделано и друзья вот это его офигенный материал я вам хочу сказать только единственно посмотрите как быстро пачкается и вымыть говорят его не так то просто но материал настолько приятны ногам товарищ у меня вот это все покрыл таким такой же его и это офигенно получилось в общем вот такой беглый обзор для чтобы вы имели представление кстати волжанка когда в том году презентовала новую модель x7 они ее сделали полностью без фанеры с алюминием а в серию лодка пошла уже с фанерой обратите внимание кто будет искать себе x7 лодку выбирать рассматривать покупки вот такой друзья обзор на самом деле лодка я очень доволен но хотелось бы чтобы волжанка все таки немножко постаралась хотя бы на моменте сборки я уже не говорю про их задержки меня задержка была у лодки небольшая на самом деле вот но могла быть в два месяца как мне сказали пришлось приложить определенные усилия они пошли навстречу и отдали мне лодку вовремя так что там вот такое все друзья не забывайте подписываться нажимайте на лайки колокольчики там пишите ваши оставляйте ваши комментарии все пока пока